КЛИК ШОУ Вы на Живом Музыкальном и у нас сегодня в гостях группа Валентин Стрыкало. Привет, ребята. Привет, Юра. Привет, Андрей. Здравствуйте. Рады вас видеть. У нас тоже. Как ваша осень проходит? Ом-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы. Итак, записываемся. Пишем альбом. Времени свободного нет. Ну, буквально вчера, да, или позавчера вернулись с концерта. У вас еще, помимо того, что запись, еще... Активно, так плотно. Да, еще мы вчера... Или когда? Позавчера. Позавчера мы отыграли на фестивале «Республика» на одной сцене с Ляписом Трубицким. Еще много выступало там групп. В общем, было здорово. Правильно. Вы уже часто выступали с такими вот известными группами, раскрученными, то есть... Ну, несколько раз, скажем так. На фестивалях, как правило. Фестивали. Много ли фестивалей было этим летом у вас, как у группы? Один. Один, да, вот это «Рескулик». А, это уже восемь. Один, да. То есть нас почему-то не... То есть считать не фестивальным форматом? Ну, хотя мы приезжаем на все фестивали и отлично там заходим, но, видимо, организаторы пока что это не поняли. Ну, пройдет какое-то время и, ну, все будет нормально, я думаю. Про новый альбом вы сказали пару словечек. И все-таки не все, и далеко не все, наверное, никто, кроме нас четверых здесь, не знают, как будет называться этот альбом. Альбом будет называться «Ярость топора». Ну, я узнаю, кашу вылили из топора, но чтобы альбом писали из-под топора, это как-то вообще очень ново. Нет-нет, «Ярость топора» все потому, что наш альбом – это «Яростная рубилова». Да, лаконично. Кого будем рубить этой музыкой, этим альбомом? Рубить печаль. Она присутствует. Вот, кстати, с твоим образом связано. Вот многие фанаты, да, у тебя очень много, особенно девчонок, фанаток, они считают, что вот это, ну, там, бледнова, чуть-чуть, знаешь, что… Они просто не оценивают, что это имидж, и бывают такие вопросы, типа, вот, искренне они пишут, что, слушай, ты болен, накормите, что, может быть, у тебя сейчас есть такая возможность всем девушкам сказать, что все в порядке, как бы… Нет-нет, в смысле, все в порядке, нет, я голоден. Присылайте нам. Мне хочется есть. Вообще-то, девчонки, пеките пирожки и, пожалуйста, кормите, вот не против человека. А какие предпочтения у тебя есть, вот заказываешь обычно? Ну, слушай, я 7 лет уже живу один, у меня вообще нет предпочтений, и совершенно главное, чтобы не было гнилым, и я это буду есть. И пазло нормально так еще, да? Ну, да. А у тебя как с этим? У меня все хорошо. Ты подкармливаешь Юру между песнями там? Да. В отелях на завтраке Андрей иногда делится со мной. Своей едой. Потому что, видите, даже в группе меня хотят накормить. Ну, слушайте, это не самая плохая черта. Да, ну, вообще все, по-моему, вообще нет плохих. Вообще все классно и все круто. Вот по поводу гастролей, что их так много и концертов, вы время находите, чтобы город посмотреть, в который вы приезжаете? Или это чисто фура? Или это чисто концерт-холлы и, кроме этого, и отели? Нет, мы всегда утром просыпаемся перед концертом, когда приезжаем, ходим на экскурсии. В Краеведческий музей заходим обязательно. Обязательно. Ну, центральную площадь. Если какие-то выдающиеся деятели, если какие-то выдающиеся деятели, коммунистические, или выдающиеся деятели, например. Ну, мы стараемся, ведь в каждом городе в СНГ есть что-то очень интересное. А какой вот город принял теплее всего? То есть есть это Россия или это Белоруссия, Украина? Вы знаете, принимают нас везде, слава богу. Ну, вот здорово. Я не буду... Ну, на самом деле, везде хорошо. Как бы публика у нас классная. Ребят, поделитесь, что из последнего вами увиденного, или прочтенного, или услышанного реально зацепило, задело, то есть реально понравилось? Не знаю, Андрей, начни ты. Возможно, музыка, возможно, как-то все. Зацепило. Отсутствие памятника Ленина в каком-то из городе. А, да. А где не было? В России. В каком-то городе в России, да, не было памятника Ленина. Мы были просто потрясены. Мы пошли на центральную площадь, посмотрели на место, где нет памятника Ленину. А вот же ше... И сфотались на фоне площади, где нет памятника Ленину. И пошли, да. Мы просто в каждом городе есть памятник Ленину, и мы как-то... То есть это вас удивило маломальски. О, вот вспомнил я, знаете что, посмотрел хороший фильм «Пиано дней». «Пиано дней», да, французы отличные. Мне очень понравилось. То есть хватает времени, в принципе, еще смотреть кино и гулять по городу. То есть, в принципе, все... Да, я вчера на велике катался. Еее! Круто! А на каком? Ну, это шоссейник или это горный? На маунтбайке. Не, ну я решил... Я по городу, на самом деле, гоняю, но я решил не покупать вот эти, знаешь, хипстерские модные велосипеды. Потому что... Вот еще это понты никому не нужны. На маунтбайке прикольнее все равно. Вот так вот. С одного вопроса так много узнали. Да, и никаких понтов. И дальше видео, которое называется «Знаешь, Таня?» абсолютно живой. И такой Валентин Стрикало, такой, какой есть. Вот, смотрим клип «Знаешь, Таня». Очень универсальная песня от группы Стрикало Бэнд. Можно менять имена. Просто «Знаешь, Аня», «Знаешь, Юля», «Знаешь, Катя». Ваня. Да, и Ваня бывает. Да, это очень актуально. Скажи, правда, что ты выступал как режиссер этого клипа? Ну да, в какой-то степени. В какой-то степени. Ну, я не был там прям режиссером в... У меня не было стула, директор, знаете, такого громкоговорителя и так далее. У тебя был диван, да? Я снимал. Я просто был в кадре все время. И, соответственно, я не мог быть режиссером на все 100%. Но идею там я придумывал, частично рулил на площадке. Когда вот съемки были с массовкой, это были там... Массовка – это все? Это друзья наши. Это все ваши друзья. Это все наши... Все влезли, все попали в кадр. Ну, самые активные, да. Самые активные. Насколько труднее работать с друзьями? И в следующий раз ты будешь приглашать друзей или все-таки массовку проплаченную? Не-не-не, друзья просто, они, понимаете, они напились и тусовались по-настоящему. И это видно, там, ну, нет ощущения того, что это пришли какие-то люди, им там выдали костюмы. Кто-то стоял с громкоговорителем и кричал, двигайтесь, давайте в такт и так далее. Нет, там все реально угорают, они все реально бухие. И там в конце просто была... Совместили первые спорезы. Мы разломали этот дом просто к чертям. Это все аренда была, да? Это не ваша будь? Не-не-не, это арендованный дом, конечно. Там был такой очень-очень красивый газон. Женщина, которая нам сдавала, она так гордилась цветами, которые там были рассажены. Все в хлам. Да, именно вот в хлам. Было не очень удобно. А там, где был газон, осталась просто земля такая, грязь. Ну, в целом, ты доволен какым результатом? Да, да, очень-очень доволен, мне дико нравится клип. Скажи, вы сейчас тоже уже снимаете, готовите уже, по-моему, у вас там на стадии монтажа второй клип? Не-не, он еще не на стадии монтажа, мы еще его не снимали, да, клип на песню «Мрачный жнец». И ты там тоже выступаешь как идейник? Я пока еще не придумал идею вообще, мы еще, ну, пока еще не. А, то есть только как-то скачать начало. Я просто не знаю, что такое жнец. Мы тоже, кстати. Google тоже не знают. Юрий, Юрий, вот ты писал пресс-релиз. Что такое жнец? Вопрос в зал. Ага. Вот оно что. Вы прямом и переживом музыкального мы... «Брачный жнец» — это смерть. Оказывается, смерть будет. Да-да-да, ну тогда это вообще решает все вопросы. Я просто одену костюм смерти и буду бегать. На кладбище. Кстати, по поводу имиджа. Вы что-то будете менять? Вообще какие-то новые нотки прозвучат? Что ждать зрителям? Так, ну, во-первых, мои моднейшие шкары. Моднейшие? О, вот так вот мы еще и узнали размер ноги. Может, фанатки захотят подарить подарок какой-то? Дарите туфли 43-го размера. Дорогие девушки, если у вас есть какие-нибудь моднейшие шкары, например, можете мне подарить? Еще интересно все-таки, вот в общем, об альбоме поговорите. Какое настроение этого альбома? Какой характер будет носить новый материал? Мрачноватый, наверное. Как мы только что узнали ответ. Это флешка, только одна. Знаете, да, будет мрачновато. Грустно. Грустно, так. Надеемся, надеемся навеять на людей дикую тоску. Ну так, хватит просто послушать. Слишком много мы веселимся в последнее время. Действительно. Мы решили сказать. Я прихожу на концерты, пою там, смотрю в зал, люди улыбаются, ржут. Хватит. Стоп, я сказал, стоп. Давайте, давайте немножечко постоим мрачненькие под песню «Мрачный жнец». Отлично. Я даже боюсь себе представить, что будет в клипе, но мрачности мне уже захотелось. Она как-то вкусная получается с твоих уз. Интересно, какое место занимает у вас импровизация на живых выступлениях? То есть, что у вас, общение с публикой, есть ли какой-то вообще раз? Да, да. Я, например, мастер импровизации. Я очень скромный, кстати, да, но вообще я мастер импровизации. Между песнями я каждый раз пытаюсь как-то очень смешно пошутить. И получается каждый раз не смешно, и все молчат. И, ну, вот так. Но я не сдаюсь когда-нибудь уже сколько, 4 года я пытаюсь. Иногда, иногда проскакивает, кстати, кое-что смешное. Совсем очень-очень редко, наверное. Иногда, да. Но, в общем, я не сдаюсь. Когда-нибудь я доведу свое мастерство импровизации до совершенства, и все, что я скажу, будет восприниматься на ура. Ну, в крайнем случае. В крайнем случае не будет. Юра, скажи, в твоем понимании мрачный человек – это какой? Всегда ли это плохо? Мрачный человек, да, это отлично. Мрачный человек в метро. Какой он визуальный, да? Он… Катурал. Или что ты так скажешь? Слушай, я не встречал ни одного мрачного гея вообще. Все геи. Все геи веселые. Вот поэтому ты решил вылечить людей, изменить гей-культуру и попустить врачняк, чтобы они… Почему нет мрачных геев? Почему геи не бывают? Реально грустные-грустные реки, депрессивные геи. Что это такое? Я бы ответила тебе на этот вопрос, но я не могу. Как-то в следующей жизни. Но я бы хотела очень ответить. Даже знаешь, я тебе больше скажу? Ты на меня такую штуку навеял. В последнем своем видеообращении, то есть видеоанонсе концерта, ты сказал там такую проницательную фразу, что девушки так пищат, и я от этого… Дико тащусь. Дико тащусь, да. И я просто захотела стать тем мужчиной, который дико тащится от этих вот пищащих мрачных… Пока у тебя получается быть только чиши. Мрачные женщины. Нет, наши девочки не мрачные. Наши девочки, они нормальные. Что значит нормальные? Ну они пока что… Ну они улыбаются, и они не мрачные, в общем. А если… Знаете, когда про девушку говорят, что она мрачная, это типа значит… Что? У нее туши течет? Что это значит? Да, Вася, она мрачная, я нигде не общаюсь с ней. Вот. Ну типа… Темная еще, можно сказать. Ну, в общем, ладно. Не мрачная, вроде получше. Ребят, еще вот по поводу все-таки вашего тура. Вы планируете объехать… Наверное, проще назвать те города, в которых вы не будете в России, чем в которые вы попадете. Действительно, так ли это будет, и это будет Россия, или странная СНГ так же? Сначала мы поедем по России, посетим 55 городов. 55 тысяч городов. Я не знал еще, что в России есть только городов. Ну я шучу, знал, конечно. 55 городов, в общем, мы… Потом мы вернемся. Если выживем. Если выживем, мы дадим еще тур по Украине. Если выживем. Мы очень хотим, чтобы вы выжили. Да мы тоже, на самом деле. Нам нравится жизнь. Кстати, по поводу Украины, 21 числа, ребята, расскажите, где вы будете играть. 21 числа мы выступим в Киеве, в Зеленом театре. Это ближайшая вакханалия, которая произойдет. Вот буквально… А, нет, ближайшая вакханалия в Харькове, я прошу прощения. В Харькове 20-го и 22-го. Люди уже в Зеленку собрались, а ты говоришь, что в Харькове. Что ж такое? Вот, Киевскую Зеленку мы очень давно не играли в Киеве, и почти год. Да, почти год, ничего себе. Вот, поэтому, блин, планируем вообще дико угореть и видеть там всех. Приходите. Слушайте, у нас сейчас как раз клип, да, приходите. Майк Познер, кстати, там настроение, которое мы говорили. Да, он гоняется за девушкой, которая, по-моему, как бы по твоему описанию мрачная. Да, давайте посмотрим, а потом возвращаемся. Не забывайте, что лайф у нас в студии ожидается. Поэтому, ух, будет живо и круто. Мне так нравится, что у нас... Живой формат. Живой формат, и мы сейчас услышим. Мне нравится, что наши гости тоже очень живые, и сегодняшний вот Стрекала-бэнд точно не боится петь вот нашего. Я предлагаю прямо сейчас в этом убедиться, и девчонки, как ты там говорила, истерически пищите, поддерживайте наших сегодняшних гостей. Ты не такая, Валентин Стрекала. Мы познакомились с тобой на дискотеке вроде Я приобнял тебя рукой, и ты была не против Я пригласил тебя к себе, совсем тебя не зная И мы поехали ко мне на скоростном трамвае Ты не такая, ты не такая, как все Особенная И с красотою в душе Хоть я спокоен Но кажется мне, что я Я не достоин Женщин вроде тебя Когда мы прибыли домой Уселся на диване И слушал час несвязный твой Поток сознания Вот мы разделись и легли Ты у стены я с краю Но ты сказала мне, прости Я не такая Ты не такая Ты не такая, как все Особенная И с красотою в душе Урок усвоим Теперь понятно, что я Я не достоин Женщин вроде тебя Просто чтобы переставала звучать музыка И спасибо вам за живое, по-настоящему живое Исполнение песни не такая Спасибо, что позвали Мы еще не поднимали Мы вас еще не отпускаем Я хочу сказать, что вот Вы установили, наверное, рекорд У нас очень много сообщений Вам, как группе Просто подписали сайт Про девушек Те же девушки, о которых ты только что пел Ребята, пиши, что ребята спрашивают Ребята, сейчас Представь, если бы ты был девушкой Какой бы ты был Опиши себя В смысле? Это совсем не мужская вопрос Это очень непаренькая Анна интересуется Зачем была нужна в клипе Знаешь, Таня Девочка по имени Карина Кто это такая Карина И что она там делала? О, боже Это Карина Это девушка Женя нашего Вы не попили Я не пригласил Она просто клевая В смысле Так, класс Клевая девушка Карина Модные шкары Цукату привет Так Любишь ли ты жвачки И какие любишь? Боже, как интересно Друзья, вы прям Очень много чего интересного задаете Слушай, ну вот на противовес этому вопросу Наргиза Турсунова спрашивает Кому ты идешь, когда тебе нужен совет? Когда мне нужен совет? Да Ну на самом деле К родителям Ну если что-то такое прям Очень важное Да, к родителям Вот Класс Дальше Задают такие вопросы Ты куришь ли сейчас? Нет А курил? Да Бросил? Здорово Чай или кофе? Блин, ну я что-то перешел на кофе Я не знаю Вообще, я раньше был чайный парень Растворимый или заварной? Нет, заварной Маккофе Маккофе, Вася У тебя ломка, если без чашки Без маккофе Блин, мы в университете Пили этот маккофе сраный Курили сигареты И вообще Слушай, можно я задам серьезный вопрос? Здесь просто зритель внезапно Какой твой любимый автор И какие книги любишь читать? Кстати, мы уже определили, что есть время И теперь интересно от тебя услышать Что читаешь? Вот сейчас Пытаюсь наверстать упущенное И читаю «12 стульев» Я никогда не читал их Круто Например Если вы тоже никогда не читали «12 стульев» Прямо сейчас совет от Юрия Каплана взять И прямо сейчас просчитать Что еще чишь? Анастасия Ткаченко, наверное, она болевшим Много часто задает этот вопрос тебе Когда новый блог? Слушайте, я больше не буду их снимать Мечтать был последний? Да, 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 был последний Почему? Мы что-то другое Придумываем какой-то другой формат видео То есть немного вы считаете, что загвоздились, да? Не, просто идти не знаю Мне все это не нравится Я вот пересматриваю Мне немного противно, что я это делал А людям нравится? Ну, блин, слушайте Тогда это было от души, действительно Сейчас мне это не нравится И поэтому ничего стоящего не получится Если в этом не будет энтузиазма Но мы придумаем что-то другое по-любому Так что мы что-то, что-то, что-то придумаем классное Но видеоанонсы у вас реально Я могу сказать, что можно отправлять На короткометражные какие-то конкурсы фестивальные Кстати, идея тоже зачастую твоя? Или вы вместе? Не, не, мы вместе, как правило, с Владом С оператором и монтажером Я прихожу просто Говорю, чувак, нужно что-то снять Давай что-то придумаем И мы вот так вот как-то Одна идея, другая идея И в результате придумывается что-то классное Слышите, у нас тут подпирает мрачняк Да, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть И девушка вот HH задает такой вопрос Чого меня тут взяли в клик-шоу? Припарься Вот подытожь нам, пожалуйста Скажи, какой главный посыл, потому что люди так и не поняли, зачем ты к нам приходил Потому что в клик-шоу классно и весело Класс! Но хотя тебе это не нужно, мы должны попрощаться мрачно На самом деле ты не такой, ты не веселый, а очень меланхоличный и грустный Итак, мрачность в клик-шоу Да, мы прощаемся с вами У нас была группа Валентина Стрикала Самая мрачная группа Украины И самый мрачный эфир клик-шоу Это был он, Юрий Каплан и Стрикала Увидимся в темноте Клик-шоу О-о-о-о-о-о Жевая в клей-шоу Жевая в клей-шоу Клик-шоу Клик-шоу